всем привет меня зовут марина вы на канале моими руками этот канал я создала чтобы делиться творчеством рукоделием если вы любите делать что-то своими руками оставайтесь со мной сегодня я хочу сделать венок своими руками на дверь даже два венка я объясню чуть позже почему два и в прошлом году я увидела невероятно красивый венок в зарах он был белого цвета и весь в перьях мне показалось это потрясающей идеей он смотрелся таким легким таким уютным и я просто была влюблена до сих пор мне этот венок не отпускает поэтому я купила перья это боа вот у меня уже везде перьях летают и две упаковки еще перьев вот в таких упаковочках не знаю сколько мне понадобится но вот купила еще мне пригодится конечно же основа у меня здесь картон мы переезжали недавно поэтому у нас много этого добра несколько коробок я оставила чтобы как раз сделать что-то чтобы как раз оставить их для поделок вот один венок у меня будет с перьями он будет только с перьями и подвешивать я его буду вот на такую атласную белую ленту и второй венок я буду делать из настоящих веловых веточек я только что вернулась из магазина здесь у меня три большие ветки также я купила сразу секаторы не секаторы такую штучку чтобы можно было отрезать веточки также купила на этот венок такие красные шарики здесь какие-то глянцевые какие-то матовые какие-то с блестками самые обычные недорогие в китайском магазине какие были такие дела и вот такие вот шишечки тоже чтобы декорировать я подумала что хорошо бы их было задекорировать глиттером но я хорошая мысля приходит опосля как говорится но может быть потом я приобрету глиттер и пройдусь по всем шишечкам и украшу чтобы крепить крепить все эти веточки я буду использовать такую леску ну постараюсь ее использовать потому что я видела что делаю такие венки просто крепят ветки на либо на флористическую проволоку но я ее не нашла либо на горячий пистолет но мне как-то жалко потому что все равно веточки живые и не знаю в общем не жалко на горячий пистолет клеить обжигать ветки клея вот взяла еще вот такой клей для того чтобы делать подарочные коробки своими руками и для них же я нашла такую красивую самоклеящуюся пленку есть какой-то есть рисунок но в жизни он не так почему-то заметен чем вот на камеру еще смотрю но тем не менее он такой красивый с шиммером у нас в этом году белая серебристая елка думаю будет классно смотреться под елкой упакованную подарки такую бумагу и для того чтобы я попробую на этот клей крепить перья к картону не знаю будет ли держать мы попробуем и двусторонний скотч я еще купила посмотрим чем я в итоге буду пользоваться сейчас пойдемте вам покажу дверь смотрите у нас такая дверь разумеется я не хочу не хочу собирать дырки прикручивать к ней гвозди или клеить вообще какие-то никакие крепления я здесь не хочу делать не хочу ее испортить потому что квартира если у вас тоже съемная квартира или вы просто не хотите испортить дверь можете взять на заметку такой способ я бы увидела в прошлом году мне показалось что это просто гениально вот сначала змея и наверное вот я хочу чтобы он был 40 40 на 40 40 на 40 и как раз будет видно глазок я его подвешу через ленту лента будет длинная она будет переходить через дверь и с другой стороны будет подвешен еще один венок и соответственно под своим весом эти венки будут держаться и не будет падать единственное возможно я закреплю наверху как-то зафиксирую скотчем или как-то надо придумать чтобы вот эта лента при открывании двери она не смещалась вот посмотрим как это будет на практике надеюсь что удастся вот такая основа у меня получилось не сильно ровная потому что я мнение циркуля и я нашла центр и приложила к центру нитку намотала ее на карандаш и обвела круг вот этот внутренний круг это обвела тарелку и один сантиметр убрала чуть-чуть сделать поменьше в общем мне понадобится таких две заготовки я сейчас вырежу и вернусь к вам ну без помощника совсем никак в общем вот такие заготовки у меня получились они конечно далеко не идеальные но из подручных средств сейчас мы с вами сделаем красоту в итоге получится все красиво для веночка из еловых веток я хочу обмотать основу вот такой вот лентой я ее нашла в одном из местных творческих магазинов чтобы с обратной стороны была вот такая вот красивая лента а венок из перьев я хочу обмотать основу точнее вот такой атласной ленты белой чтобы все было красиво с обеих сторон поэтому сейчас буду обматывать и здесь я собственно обматываю ленты мои заготовки из картона сначала я крепила на клей каждый виток но потом я поняла что остаются следы и просто я зафиксировала вначале клеем ленту и обматывала делала несколько витков и фиксировала там через четыре через пять через шесть этих витков снова клеем вот и старалась обматывать туго чтобы всем не держалась такие вот у меня получились основы для венка с перьями сразу я оставила большую ленту чтобы потом привязать на этот венок и вот такой такая основа для венка с еловыми веточками здесь еще кое-где подсыхает клей правда мне пришлось сделать вот так потому что у меня на какой-то момент просто закончилась моя лента поэтому имейте ввиду что вот 270 сантиметров у меня было в этой катушке на диаметр 40 сантиметров венка этого не хватает поэтому пришлось сделать вот так но это у нас будет задняя сторона венка это передняя здесь у нас все будет закрыто ну а если венок будет двигаться то обратная сторона будет у него вот такая симпатичная ну а этого венка с двух сторон получается белая атласная лента ну что девчата я начала первым делать веночек из перьев что он хочу сказать это просто капец мне перья просто везде в носу блин вообще везде на полу на столе но пока вот так получается я для себя определила что я вот видите обрезаю такие вот части перьев потому что они как бы смотрится не очень красиво вот эти пушистенькие мне нравится я беру вот так вот несколько но отрезаю сбоа беру вот так вот несколько сразу же наматываю сразу же намазываю клей на всю эту пачку и прям вот так вот клею и вот так вот продвигаюсь в одном направлении чтобы у меня были перышки но это очень кропотливая работа вот этот кусочек я наверное делала не знаю на 20-30 наверно я уже пожалела что я взяла такой большой диаметр думаю почему нельзя было меньше ну сейчас потихонечку доделаю перья просто везде вот так беру кусочек и не кусочек а вот несколько и вот так наматываю клей чтобы как бы зафиксировать этот пучок и прямо там беру и вставляю в свободное отверстие прижимаю ножничками до засыхания но это конечно очень долго надеюсь результат будет потому что мне кажется я даже сегодня уже не осилю венок с елочными ветками там тоже нужно будет покопаться повозиться но надеюсь результат меня порадует напишите в комментариях делали ли мы когда-нибудь венки своими руками понравился ли результат вам дешевле ли это получилось по деньгам я еще не считала но могу вот так прикинуть еловые ветки мне обошлись 8 евро я очень надеюсь что их хватит они в принципе такие большие достаточно потом шарики у меня стоили 4 евро вот эта коробочка красная которую я показывала шишки 3 евро что у нас еще вот лента я не помню сколько около двух евро наверное в общем надо будет потом все сложить и посчитать и вообще понять стоила ли игра свеч но думаю что в любом случае да потому что я последнее время многое думаю об осознанном потребление и мне хочется создавать вещи знаете вот на не один раз чтобы ты попользовался и выбросил да чтобы эта вещь тем более если ты делаешь своими руками тратишь уйму времени сил чтобы эта вещь служила долго не один год то есть я планирую конечно же вот венок из еловых веток не получится так мне просто в этом году захотелось именно живыми сделать наверное было бы более разумно приобрести из пвх елку и уже сделать венок из нее но по крайней мере венок с перьями он достаточно нейтрального цвета до белого всегда подойдет под любой интерьер под любое оформление из года в год его можно будет повторно использовать что в принципе я и собираюсь сделать по окончанию нового года и рождества я его аккуратно сложу в коробку и буду хранить до следующего года ну что девчата за сегодня я успела доделать только этот веночек с еловыми веточками уже буду делать завтра в итоге он получился вот такой вот белый и пушистый сразу же я сделала ленточку к нему и длинную оставила чтобы потом для другого веночка осталось место я его буду крепить вот сюда я очень довольна результатами мне кажется получилось просто супер он такой нежные легкие воздушные невесомый он действительно очень легкий из того что основа у него картон и перышки сами невесомые он получился прям легкий легкий пусть он идеально подойдет для тех допустим кто переживает что дверь под весом венка как-то прогнется то есть вот этот прям вообще легкий легкий мне кажется его даже выдержит двусторонний скотч держу рулетку хочу вам показать в итоге какой он у меня получился если помните основу я делала 40 сантиметров в итоге получилось 45 на 45 потому что перышки объемные еще добавляют конечно же еще конечно же перышки добавляют объем что касается непосредственно особенностей выполнения этой работы только то что я сбоа отрезала перышки и укладывала их пучками в одном направлении вот у меня если видите идут перышки вот так по часовой стрелке то есть я брала пучок выкладывала до приклеивала проиграла пучок приклеивала потом шла сюда то есть все перышки у меня вот туда вот смотрели таким образом получилось направление я прочитала в интернете что по часовой стрелке нужно делать направление венка потому что против часовой используется в траурной флористике вот так вот ну а с другой стороны он получился вот такой то здесь просто белая атласная лента мне кажется просто великолепно получилось я очень довольна результатом не терпится уже примерить его на дверь точнее уже примерила конечно но вам покажу чуть-чуть попозже ну что я приступаю ко второму веночку в новом дне с новыми силами потому что вчера я занималась только белым венком и сидела до до 12 часов ночи уже хотелось доделать поэтому уже сегодня занимаюсь вторым венком мне очень нравится как получилась основа такая она какая-то как будто бы холщовая как будто бы какая-то крафтовая это лента смотрится классно думаю что я даже если ветки не сохраню то основу точно сохраню и буду переделывать из года в год начинаю я с того что обрезаю веточки стараюсь где-то маленькие отрезать где-то по несколько веточек сразу чтобы красиво это все укладывалось они должны быть не большой длины иначе просто по форме круга они не лягут красиво вот поэтому смотрите в итоге кстати мне хватило этих трех веток даже у меня немножечко осталось я их поставила себе на рабочий стол в вазу они меня тоже радуют и дома и украшают нашу дверь входную ну а что касается самого процесса закрепления в принципе здесь все просто я крепле крепила в итоге на эту прозрачную леску просто плотно перевязывала перетягивала и в принципе все держится хорошо только в начале и в конце я фиксировала узелочками чтобы мне ничего не съехало и точно так же как в белом венке я старалась укладывать ветки в одном направлении чтобы не было какого-то хаоса чтобы они все были по часовой стрелке все веточки смотрели в одну сторону вот и там уже сначала выкладывала побольше веточки и какие-то промежутки уже заполняла более мелкими чтобы не проглядывала вот эта вот основа ну если где-то она вдруг выглянет ничего страшного но не хотелось бы конечно чтобы выглядывал картон поэтому я заполняла и чтобы он просто был как-то вот попышнее покрасивее везде проходилось закрепляла если где-то нужно поэтому принципе способ рабочий можете брать себе на заметку и и обматывать вот такой вот леска ее совершенно не видно потому что вы получается фиксируете внизу веточки да и потом когда накладываете следующий пучок здесь хорошо сейчас видно было просто веточки перекрывают следующего ряда вашу леску даже если где-то леска будет видна ее можно как бы подзаправить под иголочки и вообще ничего не будет видно и держится отлично ничего нигде у меня не развалилась поэтому способ рабочий вот но а в конце я получается чтобы не было вот этого перехода да и чтобы не было видно я прям подсовываю ветку под начало нашего ряда и маскирую вот этот переход чтобы казалось что все однородно нигде ничего не проглядывала ну и заполняю просветы где если вижу где-то не хватает все заполняю ну и вот такая у меня основа получилась мне очень понравилось делая в первый раз но мне кажется что достаточно аккуратно и теперь можно приступать к декорированию в итоге я все-таки клеила игрушки на горячий пистолет потому что все честно уже просто буду стала к этому моменту но по идее можно закрепить и на на леску тоже вот здесь я показываю как я закрепила второй конец ко второму венку проделав петельку и зафиксировала на горячий пистолет здесь у меня будет располагаться бант красный возможно было бы лучше конечно если бы была бы клиента красная но в целом потом увидите готовый результат в целом получилось не так и плохо вот бант я делала по наитию как-то по каким-то видео уроком если интересно напишите мне я постараюсь найти ссылочку и поделюсь с вами но в целом ничего там такого необычного нет бант как бант девочки ну вот в итоге такой веночек у меня получился с перышками он почему-то на камере выглядит каким-то темным на самом деле он очень светленький такой воздушный красивый несмотря на том что здесь как бы белое на белом все равно не знаю мне как-то вот нравится смотрится так легко воздушно ненавязчиво вот в итоге я перевесила видите на ленточку закрепила да здесь веночек с другой стороны тоже здесь все красиво и перекинула перебросила через дверь там я зафиксировала тоже скотчем чтобы на всякий случай у меня ничего не слетела и такой момент вот этот венок да он вообще невесомый он такой легкий такой воздушный именно вот про вес я говорю а второй венок у меня он получился прям такой увесистый потому что здесь живые здесь декор шишечки шарики поэтому он весит конечно намного больше вот но тем не менее на скотча закрепила наверху и все держится достаточно хорошо вот в принципе я довольна обоими венками напишите в комментариях какой вам нравится венок больше я даже не знаю на самом деле какой мне нравится нравится и тот и другой этот более такой прям праздничный до новогодний рождественский яркий ну плюс живые веточки этот такой какой-то домашний уютный очень я довольна результатом конечно же если будете делать венок из перьев будьте готовы что будьте готовы к тому что у вас будет перья просто везде по всей квартире на одежде в носу волосах весь кот был в перьях вот но результатом я довольна я его потом беру в коробочку и буду его хранить и использовать в следующем году не знаю может быть как-то я придумаю еще задекорировать как его можно обыграть по-другому но вот как-то так у меня получилось в целом мне нравится и вот такая вот елочка у меня получилось конечно хотелось бы намотать на каждую веточку гирлянду но если бы я так наматывала то мне бы не хватило даже на первый ярус поэтому просто вот так развесила не получилось у меня оформить всю елку своими игрушками игрушками сделаны своими руками поэтому пришлось еще докупить потому что долго делаются эти игрушки и по стоимости тоже выходят прилично но вам покажу отдельно их вот такой вот шарик у меня есть который я делала вот такой вот белый такое сердечко с кисточкой здесь у меня звездочка очень нравится форма звезды и таким вот красивым декором такая же звездочку мне есть в белом цвете мне кажется очень красивые даже не скажешь что вот их сделали своими руками и я с удовольствием буду их сохранять с года в год украшать елочку ими мне кажется получилось классно и вот такое сердечко здесь есть она тоже она без кисточки но вот такой вот остальные игрушечки вот эти тоже я сама делала здесь делать нечего просто заготовка и я положила внутрь перышки изначально я хотела делать елку в бело-серебристом тоне но муж сказал что она очень бледная не хватает как-то цвета и я поехала вчера купить купила синие шарики и ну там был такой набор из серебристых и синих здесь вот какие-то глянцевые какие-то матовые какие-то с блестками в общем добавила цвет добавила гирлянду бусы в целом такая домашняя елочка уютная получилось мне безумно нравится что она такая небольшая пушистенькая муж говорит что это куст но мне очень нравится этот куст и я не знаю какой это сорт она кстати практически не осыпается как наши елки поэтому не знаю как она простоит до какого времени но будет видно спасибо вам большое что вы посмотрели это видео до конца обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх мне будет очень приятно я решила не откладывать ведение канала на следующий год решила начать прям вот прям вот сейчас потому что знаете вот замечаю с собой что очень часто откладываем жизнь на на потом похудею потом займусь там чем-то чем хотел заняться потом поэтому не откладывайте то что вы давным-давно хотели сделать куда-то поехать чем-то заняться а вот прям берите и делайте я вам желаю вдохновения я поздравляю вас с наступающим новым годом пусть в вашем доме всегда будет мир любовь всего вам самого самого доброго и хорошего встретимся уже с вами совсем скоро в новых видео